Новый сезон мини-футбольный авангард начал обновленным. Команду покинул его главный тренер Владимир Афанасьев, а вместе с ним ушел из коллектива и сын, нападающий Максим Афанасьев. Отсутствие форварда решили компенсировать приглашением из чемпионовского имбирейта в галскиттера Владимира Новочкова. Долго пустовал и пост наставника, и стал Максим Галкин, до этого в чемпионате Ульяновска, не работавший вовсе. Моя задача сейчас наладить нам прежде всего игру в обороне, потом мы потихонечку перейдем к атаке, ну в общем все компоненты становления игры. Я думаю, что со временем, со временем все будет нормально. Сейчас главное не результат. В свою очередь соперник «Кристалла» по второму туру чемпионата Ульяновска «Кристалл» в межсезонье вообще на трансферный рынок не заглядывал, установив вечный рекорд. Ноль потерянных футболистов, ноль приобретенных. Это связано с тем, что мы удовлетворены теми людьми, которые есть в команде, мы в них верим. Все бойцы старт чемпионата подтвердил, что мы сделали правильный выбор. Первый тур чемпионата Ульяновской команды провели по-разному. «Кристалл» уверенно обыграл контактор, забив по голову в каждом из двух каймов 2-0. «Авангард» же безнадежно в этой погоде первый тайм, а во втором героически отыграл три мяча и сотворил сенсацию. Мяча 3-3. На сей раз результативного футбола ждать не приходилось. В первом тайме зрители увидели только один гол. Он состоялся на 16-й минуте. Нападающий «Авангарда» Павел Рыбкин дальним ударом застал располка кипера «Кристалла» Антона Загородникова. Так «Авангард» впервые в сезоне пойдет в счете. Для «Авангарда» все было нормально только в старте минуты второго тайма. Затем подопечные Галкину стали играть на удержание счета. Правда, такой задачи перед ним никто не ставил. Видимо, так получилось на подсознательном уровне. Это, может быть, странно слышать. Потому что, когда мы начинаем проигрывать, мы начинаем играть лучше. Нам вести нельзя в счете. Вот сегодняшняя игра показала это. Сбавив обороты, «Авангард» попустил подряд два гола. Сначала имен Аманов здорово открыл стандартные штанги и получил своевременную волевую передачу от Дениса Панфилова. А вскоре фанец Закиров оказался самым настырным на пятачке перед воротами Вадима Новичкова. Галкипер «Авангарда», как ни старался, но меж за линии ворот все-таки упустил. 2-1. В первых двух турах пристал не знать потеря очков. Мы на это рассчитывали. Мы хотели победить в этих двух играх. Считаю, что мы вполне прилично их привели. Ребята все проявили характер, бились до конца. До конца во втором туре бились все команды. За исключением, пожалуй, только Промресурса, который уступил Мобирейту 2-6. Зато чудеса живучести проявил Семирск-Оберхов. Лишены сразу нескольких ключевых игроков, братьев Рахмановых, Валерия Захарова и Ивана Кузнецова, горожане выиграли у ПСК 6-4. Героем встречи стал Алексей Цыганцов, оформивший хет-трик. Неожиданно уступила погода. Ее обидел динамовский Штальбург 2-1. Дебютант в Суперлиге юниор снова вел в счете, но снова не удержал победу. Ничья 1-1 в матче против контактора. После игр 2-го тура в турнире на таблице двоевластие. Семирск-Оберхов и Кристалл идут без потерь. Мобирейт, оступившись в первом туре, взял себя в руки. И пока третий. Экваториальную зону составляют Штальбург и Платон. А вот присутствие погоды в нижней части турнира на таблице, похоже, никто не ждал. Потихонечку формируется и пул лучших снайперов чемпионата. В нем также двоевластие. Топ-список возглавляют Игорь Ахмедшин из Платона и Андрей Манышев из Сембирска. В затылок им дышит лучший бомбардир прошлого сезона Вячеслав Прибылов из Мобирейта. Третий тур состоится 11 ноября. Центральная встреча игрового дня стоит под номером 2. Семирска-Оберхов против Мобирейта. К тому времени горожане вернут в строй и братьев Рахмановых, и Захарова, и, возможно, Ивана Кузнецова. А это значит, что нас ждет одна из ключевых игр первого круга чемпионата. Ее начало в ОКИОЛГУ в 10 утра. Субтитры создавал DimaTorzok